МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наряды Юлии Тимошенко всегда подчеркивают фигуру. Она ходит на высоких каблуках, красится в плантинку. Этот политик 30 лет воюет за место под солнцем, используя образ очень сексуальной дамы. Но что хотел сказать Санте Таймс-магазин, поместив ее на обложку в виде эскимо, на палочке и с обнаженной грудью? Обложка обозначает, судя по всему, финансовую уязвимость оранжевой принцессы и то, что вполне вероятно, она может стать лакомством, десертом для определенных сил. Но Юлия Владимировна точно невкусная. И съесть тебя никому не позволит. У украинского народа есть два пути выхода из кризиса или терпеть это издевательство на фоне огромной безграничной коррупции, которая уже превратилась в грабеж, либо немедленно устранять этот парламент. Санте Таймс-магазин говорит о замороженных активах Тимошенко. Британские журналисты считают, что у грант-дамы украинской политики есть какие-то ресурсы, которые в данный момент она использовать не может. Но вот-вот и они разморозятся. В феврале 2017 года Юлия Тимошенко посетила Соединенные Штаты Америки и смогла добиться короткой аудиенции у нового президента Америки Дональда Трампа. Юлия Тимошенко симпатичная женщина, откажет которой Дональд Трамп, безусловно, не смог. Юлия Тимошенко прекрасно осознавлена о его слабости к прекрасному полу, поэтому она этим воспользовалась. Вашингтон опровергает слухи о гарантиях, которые якобы Трамп дал Тимошенко. Ведь сегодня она не занимает весомой должности в правительстве Украины. О чем с ней говорить? Не придают значения этой встрече, само собой, на родине Тимошенко. В Украине постарались максимально корридоризировать, приуменьшить значение, но Тимошенко сумела сделать главное. Она первая вышла на прямой контакт с Трампом, и эта встреча была не пять минут у туалета. Как это пытаются представить здесь? Зная коварство и железную хватку Тимошенко, на Украине многие считают, что она пыталась донести до Трампа неприятную правду про президента Украины и хотела выставить себя борцом с коррупционным режимом. Она общалась с Трампом 40 минут, передала компромат на Порошенко. То есть сейчас, впоследствии этого компромата, мы тоже видим, организована комиссия в американском конгрессе, которая будет разбираться с выделенными кредитами МВФ и с американской помощью, и с коррупцией на территории Украины. И это все будет сделано против Порошенко. В июле 2014 года Тимошенко украсила обложку журнала «Натали» и дала откровенное интервью, в котором рассказала, как в разные периоды ее бурной политической карьеры действующие лидеры Украины пытались упечь ее в тюрьму. С такими харизматичными политиками нельзя ответить однозначно на вопрос, это были политические гонения или рыльца в пышку. Первый раз она попала за решетку за незаконный перевоз валюты еще в середине 90-х. Вместе с мужем она тащила в сумки 30 тысяч долларов. И их арестовали в аэропорту города Запорожье. Было заведено уголовное дело, и два дня, если мне не изменяет память, что только двух суток, они провели в запорожской тюрьме. Но Юлия Владимировна уже тогда была крутой бизнес-вумен, и за нее, как говорят в народе, вписался Павел Лазаренко. Потом Тимошенко еще не раз побывала за решеткой, и вся Украина периодически гадает, когда же ее посадят снова. Выходила из этой ситуации, если не народной героиней, то человеком, которому внимание СМИ было обращено. Для политика, как известно, это хлеб насущный. Петр Порошенко давно пожалел, что выпустил эту даму из тюрьмы и позволил ей въехать на инвалидном кресле на сцену Майдана. Слава Украине, родные мои! Я мечтала увидеть ваши глаза. Сегодня она злейший враг президента и клянет Верховную Раду, которую называет исключительно гадюшником, призывает к свержению власти и просто рвет ее зубами. То, что сегодня происходит, это не политика государства. Просто уменьшают численность населения на Украине. Тимошенко явно хочет на место Порошенко. И лучший способ его свержения – это острая критика его политики. С Петром Порошенко она знакома давно. Они боролись за власть еще при Викторе Ющенко. Тимошенко была премьером, кум Ющенко – Порошенко, секретарем Совета по национальной безопасности. Еще когда они вместе во время Майдана на стойной агитационной машине триумфально проезжали по улицам Киева, ну, по гримасе лица Петра Алексеевича Порошенко было видно, как он ее любит в кавычках. А дальше они превратились в злейших партнеров. После свержения Януковича Тимошенко поддерживала его недолго. И поскольку новая власть делала одну ошибку за другой, ей было легко каждый день выставлять Порошенко слабаком, который не может навести порядок в Донбассе, создать нормальный парламент и, главное, человеческие условия жизни граждан. Такого количества слез, проклинаний и безнадеги в глазах от людей, которые систематически десятки лет боролись за европейскую Украину, я лично не ожидал увидеть. Они говорили нам, ну, если нынешняя власть импотент, так верните нам прошлую, пусть и преступную, но при которой нам жилось лучше. В апреле 2005 года она украсила обложку «Эль». Гордый вид – надпись «Первая» – Тимошенко на вершине успеха. Первая в истории вообще и Украины, и всех постсоветских стран, первая женщина-премьер-министр. Такого, в общем, нового в России вообще никогда не было. И в других даже странах таких не было, постсоветских. Вот, соответственно, она, вот, и фактически она была главной человеком Украины. Должность премьера она выбила у Ющенко еще до победы оранжевой революции. Тимошенко сама хотела стать президентом, но понимала, что это ей пока не по плечу. Она вложила в Майдан немало личных средств и считала, что своей победой Ющенко обязан исключительно ее мозгам, красоте и финансовым вливанием. «Ющенко! Ющенко!» Виктор Ющенко был в тот момент отравлен. И надо сказать, что это сыграло большую роль в его избрании. Народ пожалел человека и проголосовал за него. Политехнологи, которые выстраивали в дальнейшем конструкцию для управления Украиной, они исходили из неизвестного сюжета «Красавица и чудовище». Но чудовищем Виктор Ющенко был только внешне. Внутри он был совсем не страшный и очень слабый. Как бы не восхваляла его в то время зарубежная пресса, как бы ему не помогали США и Европа. Тимошенко жестко разобралась со всеми политическими конкурентами. И Ющенко понял, что она способна загрызть любого. То есть те люди, которые не захотели, по сути, лечь под Батьковщину, лечь под ее штаб, они были зачищены. Ющенко их отстоять не смог. Это, собственно говоря, для меня был первый серьезный показатель того, что Виктор Андреевич, как говорится, мужик без яиц. Тимошенко быстро урезала полномочия президента и показала всем, что это она, а не Ющенко, руководит страной. Я знаю, что в суспирстве... Я знаю, что в обществе от нового правительства ожидают чудо. Это чудо социальное, чудо по наведению порядка, чудо по главенству справедливости. Я хочу сказать, что мы это чудо сделаем. Но все ее реформы свелись к переделу собственности. Она устроила глобальную реприватизацию и залезла в карман почти ко всем олигархам. И с Ющенко громко расплевалась. Теперь у нас Ющенко разные команды, и каждый пойдет своим путем. Ее репутация кидала, заслуженная репутация, то есть ей никто не верит. Экономика при Тимошенко продолжала разрушаться, производство валового продукта упало вдвое. Но бедность страны не мешала в ремьерше демонстрировать умопомрачительно дорогие наряды. Ее главной страстью всегда были одежда и аксессуары фирмы Луи Виттон. В платье этой марки, цена которого 8 тысяч евро, она и появилась на обложке журнала «Эль». Очень много используется в гардеробе костюма «Шанель». Также представлены одежды таких марок, как и в Сент-Лоран. Хорошие дорогие сумки от Луи Виттон. Это бывает первая линия проте-порте, которая, как известно, это все стоит свыше 100 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok «Кто там про меня понаписали?» После этого спокойствие заканчивается. А вместе с ним и утром. В 2009-м она второй раз была премьер-министром Украины. На этот раз уже при Викторе Януковиче. Но упорно рвалась занять его место. Хотя Янукович считал, что договорился с ней о партнерских отношениях. Украинская политика, она заметно отличается и от российской, и от другой, к сожалению для Украины. Отличается тем, что, как там шутили, человек может с утра договориться о чем-то, а вечером договориться наоборот с другими людьми. То есть вообще никто не выполняет контрактов, и кто кого кинет. Вот такая история. В 2011-м в специальном выпуске журнала «Корреспондент» Тимошенко предстает в образе скромной сельской учительницы с невинным выражением лица. Когда у Юли случались какие-то политические провалы, на Украине была популярна такая фраза «Юля не плачь, зато ты красивая». То есть все умилялись вот как бы ее внешним видом. Она пыталась эксплуатировать образ не только женщины-бамб, но и крайне ранимой, хрупкой и несчастной женщины. Но надо сказать, что получалось это у нее крайне плохо, так как актриса, видимо, она не очень хорошая. В 2010-м она участвовала в выборах президента и проиграла Виктору Януковичу. И не прошло и года, как в отношении Тимошенко было открыто 10 уголовных дел. Генеральная прокуратура решила, что подписанные Тимошенко в 2009-м газовые соглашения с Россией никакого шанса не дали, а наоборот принесли 20 миллиардов убытка. Кроме этого Тимошенко перессорилась со всеми украинскими олигархами и политической элитой. А Янукович ненавидел ее еще с начала нулевых, когда она рулила энергоресурсами и наехала на влиятельных людей в Донбассе. Каждый период своей активности Юлия Тимошенко, так сказать, завершала возбуждением уголовного дела или ряда дел. Для нее это является своеобразной политической кармой, уйти от которой она уже не может. История поражения. Надпись на обложке журнала «Тиждень». Понура, опустив голову, Тимошенко отдаляется от бывших соратников. А они продолжают плести у нее за спиной свои интриги. Мужики как бы победили женщину, да? Это не совсем так, потому что... Вот честное слово, это моя фраза, которую потом все в Хосте вы использовали, которую я сказал лет 15 назад. Единственный мужик в украинском парламенте – это Тимошенко. Поэтому в данном случае, это вот там сзади слабый пол, а не сильный. Снимки несчастной узницы Юлии Тимошенко в апреле 2012 года обошли все главные СМИ США и Европы. Она показывает свои синяки, говорит о том, что в тюрьме ее подвергали насилию. У нее ужасно болит спина. Юлия Владимировна должна была выглядеть жертвой кровавого тирана Януковича. Авторитарного режима. На сегодняшний день в Европе все забыли Юлию Тимошенко, но тогда о ней говорили все. И ее представляли как диссидента и политическую заключенную жертву страшного тирана. В Качановской колонии она провела два с половиной года. Объявляла голодовки, уверяла, что ее отравили. Ее дочь говорила, что мама вот-вот умрет. У мамы болит спина. И с 5 ноября она не может ходить. После этих манипуляций с ее болезнью, собственно говоря, это была чистая вода спекуляции. Все это прекрасно знали. И она не особо это скрывала. Шансы ее на президентство были минимальны. Другое дело, что она рассчитывала, ей казалось, что она вернется, и это будет победоносное возвращение. Но триумфа не случилось. На Майдане толпа встречала ее без восторга. За два с половиной года ее соратники уже поделили власть и ее в эти схемы не вписали. А вскоре стало понятно, что она больше не лидер своей партии Батькивщина. Тимошенко фактически сделал зид с председателем своей партии Яценюка, объединив, по сути дела, Батькивщины и Народный фронт. Ну, журналисты почему-то решили, что Сирий Яценюк будет крупнейшим политическим деятелем, Батькивщина будет принадлежать ему. Когда Тимошенко оказалась в заключении, она недооценила до конца величину амбиции Арсения Петровича. И, скажем, то, что этот молодой человек как раз из категории тех, кто перебывается на ходу. В апреле 2014 года на обложке журнала «Фокус» появляются кандидаты в президенты Украины в карикатурном виде. Тимошенко изобразили домохозяйкой и похожей на пенсионерку. Судя по всему, намек на то, что все-таки четыре мужчины в президентской гонке участвует и одна женщина, а женщине вместо стиралки на кухне. Там бабушка пора на пенсию, как ей говорили, хотя эта бабушка выглядит лучше некоторых 35-летних. И сожрет их в конце концов. Она съездила в Берлин, подлечила больную спину и поправила заодно лицо и фигуру. Но рейтинг у Тимошенко был низкий. Сказывались два с половиной года проведенных в колонии и то, что ее предали самые сильные партнеры. Для нее, пожалуй, самым болезненным был уход Турчинова. Не Цинюка, а Турчинова, потому что на Турчинове вокруг него формировалась вся политическая машина партии «Батьевщина». В следующем выпуске «Фокуса» в ее руках лист бумаги с надписью «Есть еще порох». И эта игра слов порохом на Украине называют Петра Порошенко. И Тимошенко вынуждена признать, что он ее гораздо сильнее. Как будет распределена власть, то есть то, как будет распределена власть, фактически пришило в тот момент американское посольство, которое внезапно объявило, что по его данным Петр Алексеевич Порошенко, имевший до этого полуторапроцентный рейтинг, а то и полупроцентный, должен победить в первом туре, набрав 56% голосов. Петр Алексеевич Порошенко победил в первом туре президентских выборов и набрал 56% голосов. В день голосования на выборах президента Украины она появилась с новой прической. Стилисты решили слепить из нее женщину, похожую на греческую богиню. Прессе очередной эксперимент с волосами не понравился. Не сделали комплимента и представители политической элиты. Ее дружно ненавидели правительство Рада и все олигархи. Потому что они прекрасно знают, что Юлия Владимировна способна на любое преступление, на любое действие. И что она, кстати, колебаться не будет. Если Юнкович пару человек посадил в тюрьму, то при Юлии Владимировне ее люди бы просто исчезали, стреляли, выбрасывались бы в окна и так далее. Ее откровенно боялись, класть и пускать не хотели. Петр Порошенко не позвал ее в премьеры. Высокий пост занял предавший ее Яценюк. Тимошенко вообще не дали близко подойти к политической кормушке. На обложке журнала «Новое время» в 2015-м президент Украины на первом плане. Рядом с ним Давид Жваня и Игорь Коломойский. Маленькая фигурка Юлии Тимошенко в массовке и внизу. Когда был определенный расклад, компромисс, там Порошенко, Яценюк, там Кличко, сейчас все это рухнуло, этого ничего нет. Рейтинги и правительства, и Порошенко крайне низки. Где сегодня Арсений Яценюк? Далеко за границей. Его погнали из премьеров. Тяжелую руку к этому в том числе приложила оскорбленная им Тимошенко. Вся страна требует отставки Арсения Яценюка. История Украины последние 27 лет – это чехарда и карусель одних и тех же вороватых лиц. Одни берут власть, воруют, потом ее отнимают другие и снова воруют, а государство, по сути, остается неуправляемым. Раньше ее наряды говорили о том, что главное для Тимошенко – мужское внимание. Сегодня она по-прежнему тратит сумасшедшие деньги на косметологов, пластических хирургов и парикмахеров, но у нарядов исчез неприличный запах огромных денег. На данный момент вся Украина и партия Юлия Тимошенко нацелены на Европу. Собственно говоря, отсюда, видимо, идет такая кардинальная смена имиджа. Никакого, так сказать, руля на голове, никакой, так сказать, целянскости и прочее. Такая европейски ориентированная блондинка, деловая. С Тимошенко всегда сотрудничали стилисты. Будь то вышиванки, эротические прикиды для юбилея или вычурные деловые костюмы – это все работа специалистов. Они же наряжали ее, когда она вышла из тюрьмы в 2014-м. Наспех прицепили к черным волосам, белую косу, выдали бесформенную куртку и туфли на высоком каблуке. Безусловно, это очень серьезная и фатальная ошибка тех политтехнов, тех, кто ее сопровождал. Не может человек, сидящий в инвалидной коляске, быть практически на лабутенах. Но ошибки с имиджем в прошлом. Если она идет навстречу с грязной Надеждой Савченко, которая только что вышла из тюрьмы, то выбирает скромный белый костюмчик и неброский макияж. У меня великая гордость, что ты находишься в Верховной Раде. Необходимость привлечения Савченко номером первым – это была политтехнологическая необходимость. Поскольку Батьевщина балансировала на грани непрохождения проходного барьера. Савченко, возможно, там полпроцента, четверть процентов, которые были жизненно необходимы, необходимы как воздух, она добавила. Пройдет немного времени, и Тимошенко пошлет неуправляемую летчицу куда подальше. В этот день вид ее опять будет строгий и скромный. Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. Но с партией Батьевщина у нее ничего общего нет. Порубей, выходи к народу, бессминь, как нам жить! Тимошенко все время печется о голодном народе и ведет настоящую тарифную войну. Ведь мучения людей действительно невыносимы. Счета за коммуналку растут и растут, а пенсии и зарплаты остаются смешными. Наши пенсионеры всю жизнь пропахали, отдали свое здоровье, всю свою молодость, силы этой стране. И они сегодня себе кусок хлеба не могут купить. Ей скоро 60 лет. Она хочет удовлетворить и поиметь свою главную мечту в этом мире. У нее все есть. У нее есть партия, политическая история, миллиарды. Ей теперь нужно стать президентом и все. Ну, у человека такая идея фикс. Всем известно, что Тимошенко – одна из самых богатых женщин Украины. Но она подала декларацию, в которой выглядит скромный служащий. И сегодня Тимошенко – главный борец с коррупцией, гением которой она сама была долгие годы интриг в политическом цирке. Требую создать спецкомиссию и разобрать, что это за офшоры, которые торгуют под руководством президента. Осенью 2016-го ее обвинили в подготовке нового Майдана. Со ссылкой на анонимные источники украинские СМИ заявили, что Тимошенко активно скупает реквизит для уличных протестов. Ради президентского трона она готова на все. И часто перегибает палку. Чего только стоит ее слова о том, что русских на территории Украины нужно расстреливать из атомного оружия. И бесконечные призывы мочить всех в Донбассе. Сейчас в Европе никто не говорит о Юлии Тимошенко, ее забыли. Но европейская элита ищет альтернативу Петру Порошенко, и она это знает. В глубине души надеясь, что сможет договориться с США и Европой, и ей дадут порулить страной. Юлия Тимошенко рано вышла замуж. Ее муж Александр – сын влиятельного днепропетровского чиновника. Они вместе работали вожатыми в пионерском лагере. К концу смены Юлия оказалась беременна. Невесте было 18, жениху 17. Александр Тимошенко является бессменным мужем Юлии Владимировны. Он и сейчас ее муж официальный по паспорту. Они вместе делали успешный бизнес, но успехи Юлии, конечно, были гораздо больше. Очень цепкую деловую хватку она всегда сочетала с использованием огромного женского обаяния. В свое время ей удалось очаровать днепропетровского губернатора Павла Лазаренко, который стал потом премьер-министром. И это благодаря Лазаренко она стала газовой принцессой – одной из самых богатых женщин Украины. При его поддержке она имела фактически монополию на поставке газа украинским промышленным предприятиям. А после того, как Лазаренко оказался в американской тюрьме, а его бизнес был разделен между его бывшими партнерами, в том числе и на долю Тимошенко выпала немалая часть. С той поры у нее было немало романов, которые брака, тем не менее, не разрушили. В трудные моменты ее муж всегда был рядом. К примеру, когда ее судили и посадили в тюрьму при Януковиче. Они выходили вместе на телекамеры. Александр Тимошенко несколько раз заявлял о своей поддержке. Но потом, когда необходимость в том пиаре исчезла, он опять расследился во времени и в пространстве. Сегодня Юлия – одинокая женщина. Муж живет в Чехии, куда якобы для собственной безопасности уехал, когда она была в тюрьме. На самом деле он занимался семейным богатством. Спешно размещал в зарубежных банках огромные деньги. Брак, видимо, сейчас скорее формальный, но очень деловой. Потому что он позволяет ей сохранять те финансы, которые она заработала тяжелым трудом. Но фраза про замороженные активы на обложке Sunday Times Magazine может восприниматься и буквально. Ее миллионы могут в любой момент испариться. Этензии к ней со стороны иностранных правоохранительных органов, они тоже имеются. И в любой момент эти средства могут быть заморожены. В такую ситуацию украинские политики попадают очень часто. И попадали все эти 25 лет практически регулярно. Но даже если Тимошенко лишится своих миллионов, она все равно не сдастся. И будет искать новых спонсоров и нового мужчину, который поможет ей добиться успеха. Забыв о том, что было с другими поклонниками красоты, ума и воли Тимошенко. Все, кто с ней рядом были, из мужчин, заканчивали плохо. Очень плохо. Но чары Тимошенко уже не те. Это в молодости ей было легко запутать и Лазаренко, и Кучму, и Ющенко с Януковичем. Сегодня политические интриги даются ей огромным титаническим трудом. И, видимо, Тимошенко так и не нашла себе такого куратора, который мог бы гарантировать ей политическое продвижение, главное финансирование ее проектов на Украине.